Какие медицинские мифы давно пора развеять к чертовой матери? Что антибиотики нужны всегда и во всем. Теперь из-за этого штаммы бактерий адаптировались к антибиотикам. Обычное мыло помогает избавиться от бактерий не менее эффективно, чем антибактериальное, если мыть руки регулярно. Я постоянно твержу об этом мужу. У него практически нет иммунитета и он постоянно заболевает. Он просто одержим антибактериальным мылом. Мы всегда спорим из-за этого, потому что пусть себе спокойно и моется, но мне ведь хочется, чтобы у наших детей выработался иммунитет. Пара мифов, которые первыми пришли мне на ум. Первое, что волосы и ногти продолжают расти после смерти. Нет, это не так. Просто кожа высыхает и оттягивается, из-за чего кажется, что волосы и ногти стали длиннее. Второе, не нужно мочиться на тех, кого ужалила медуза. Это ничего не даст, лишь увеличит риск попадания инфекции и может завести этого человека, если вам попадется какой-нибудь фетишист. Что у мужчин и женщин разное количество ребер. Люди приводят в доказательство Библию, хотя там ничего об этом не сказано. Какой-то тупой идиот просто неправильно понял книгу бытия и решил, что у всех мужчин на одно ребро меньше. Что обручальное кольцо надевают на безымянный палец, потому что вена из этого пальца идет прямо в сердце. Как романтично. Нет, это не так. Вены от всех пальцев соединяются в один сосуд, который затем идет к сердцу. Боже, какая чушь. Если читать в темноте, то можно ослепнуть. В сериале «Маленький домик в прериях» была одна слепая девочка. Я смотрела его очень давно и уже не помню ее имя. Я спросила у мамы, как она ослепла, и мама сказала, что она любила читать в темноте. Все детские годы я из-за этого боялась ослепнуть. Спасибо, мама. Некоторые мои знакомые, которых нельзя назвать глупыми, думают, что их способность к многозадачности возникла из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который они сами же у себя и диагностировали. СДВГ не приводит к многозадачности. Это не суперсила. Если уж на то пошло, у людей с СДВГ меньше шансов развить в себе многозадачность. У меня на самом деле СДВГ. Могу подтвердить, что я не способен к многозадачности. Могу предположить, что у других людей с СДВГ дела обстоят так же, потому что они не могут сосредоточиться как следует ни на одной задаче. Все эти мифы про голодание. Вес, естественно, не прибавляется, потому что вы недоедаете. Похудение можно объяснить тем, что обмен веществ приостанавливается, когда вы голодаете, чтобы сохранить те калории, которые есть в организме. Но как только вы начнете потреблять калории, он снова запустится. Это механизм выживания. Если бы вас оставили на необитаемом острове, вам бы не хотелось сжигать по 2000 калорий в день, иначе вы бы умерли раньше. Дело в том, что нужно есть не более 1500 калорий в день. Сьюзан. Ты прибавляешь в весе, потому что ты неправильно рассчитываешь калории. Такой-то продукт вызывает рак. Конечно, много опасных канцерогенных продуктов, которые на самом деле вызывают рак. Но подобные утверждения превращаются в опасную и бессовестную маркетинговую стратегию. Люди делают нелепые заявления о вредности вполне нормальных продуктов, без надлежащих медицинских исследований. А затем используют их для продвижения своих хиптерских безопасных аналогов. Обычные люди из-за своего менталитета только усугубляют ситуацию, потому что всегда найдется кто-нибудь, кто скажет Моя бабушка обожала шерстяные одеяла, клубничное варенье, шины Мишлен. И она умерла от рака. Все правильно. Да вы хоть знаете, какая главная причина возникновения рака? Жизнь. 100% из тех, кто умер от рака, пили воду. Значит ли это, что H2O канцероген? Большинство людей ничего не знают о раке. Рак это симптом многих болезней с самыми разными причинами, включая и старение. Воздействие окружающей среды, конечно, может вызвать рак. Но если рак так и не возник по другим причинам, его может вызвать старение. Дефибриллятор не используют при остановке сердца. Принцип его действия в том, что он останавливает сердце, чтобы оно снова начало биться само, если повезет. При остановке сердца дефибриллятор уже не используют, так как это может сжечь сердце. Если слишком часто заниматься этим, то вагина растягивается. Мне еще нравится миф, что вагина тем шире, чем больше партнеров у женщины. Занималась этим со ста партнерами по одному разу в течение года? Господи, да у нее там, наверное, ведро. Занимается этим со своим парнем, мужем по 3-4 раза в день? Все в порядке, ничего страшного. Беременным вредно заниматься спортом. Можно только гулять пешком, но очень-очень-очень-очень медленно. Узнала об этом, когда забеременела. Врач сказал, что я могу продолжать заниматься. И я продолжила. Услышала столько упреков от людей. Что можно побороть состояние тревоги или депрессии, если чуточку больше постараться? То же самое, что советовать человеку перестать быть таким диабетиком. Я сам страдал от депрессии в течение многих лет и не совсем с вами согласен. Нет, нельзя просто побороть это. И нельзя просто быть веселее. Но я считаю, что людей все же нужно убеждать быть сильнее. Можно многое сделать, чтобы облегчить симптомы и улучшить положение. А после долгой и тяжелой борьбы можно будет добиться более существенных улучшений. Что вес человека предопределен его метаболизмом. Я занимался таким видом спорта, в котором существуют весовые категории. И я постоянно терял, приобретал 5-15 килограммов. Верно. Когда люди говорят, что они не могут повлиять на свой вес, мне становится смешно. Это возможно, просто нужно этому научиться. Как игре на гитаре, к примеру. Миф. Витамин С помогает победить простуду или уменьшить период болезни. Изменено. Я недавно получила диплом в сфере диетологии. И в колледже нам многократно твердили, что витамин С не помогает излечиться от простуды, как верит большинство. Это маркетинговая уловка компаний для увеличения продаж, которая оказалась очень успешной. Компании клеят этикетку витамин С на упаковке своих продуктов. Их сметают с полок, потому что большинство покупателей дезинформированы. Если я чему и научилась за годы учебы, это тому, что нельзя верить тому, что написано на передней части упаковок. Производители хотят повысить свои продажи, и ради этого они готовы написать там все, что угодно. Нужно смотреть заднюю часть упаковки, где написан состав, потому что там они обязаны писать только правду. Что при мытье рук в горячей воде погибает больше микробов, чем в холодной. Одна знакомая удалила меня из друзей в фейсбуке из-за этого. Она жаловалась, что у них отключили электроэнергию, и ее ребенок не мог как следует мыть руки после туалета, потому что у них не было горячей воды. После каждого посещения туалета она заставляла ждать его, пока грела воду на плите. Я просто хотела избавить ее от лишних хлопот, сообщив, что нет никакой разницы между использованием горячей и холодной воды при мытье рук. И даже отправила ссылку на статью из научного журнала. Она написала, чтобы я перестала ее учить, как воспитывать ребенка, и заблокировала меня. Ну и ладно. Я забеременела, и ребенок высосал кальций из моих зубов, поэтому у меня теперь дырки в зубах. Будучи стоматологом, я постоянно слышу этот бред. Кальций и фосфор ребенок получает из крови матери, а не из зубов и костей. Лучше обратите внимание на свое питание. Что если девушка будет сидеть на холодном бетоне, ее яйцеклетки умрут, и она станет бесплодной? Этот миф популярен в развивающихся странах. Я работала на складе, где было много русских, и они постоянно так говорили. Если кто-либо из девушек делала что-либо, сидя на бетонном полу, одна пожилая русская постоянно приносила ей кусок картона, чтобы спасти ее яйцеклетки. Что люди худые из-за быстрого, высокого метаболизма. Разница между быстрым и обычным метаболизмом всего 300 калорий, ее легко можно компенсировать. Просто научитесь считать потребляемые калории, вместо того, чтобы думать, я очень много ем, но не могу набрать вес из-за метаболизма. Возможно, у вас просто плохой аппетит, или что, хотя такое встречается редко, у вас заболевание пищеварительной системы. Что нужно выпивать по 8 стаканов чистой воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Мне кажется, кто-то просто неправильно понял результаты какого-нибудь исследования, где говорилось о воде, которая содержится в пище, которую мы едим, а также в напитках типа фруктового сока, кофе и так далее. Есть еще миф, что если вы чувствуете жажду, значит уже слишком поздно, то есть вы уже обезвожены. Это все так глупо. Что людям с сотрясением мозга нельзя позволять спать. Стало известно, что когда в подобных случаях на человека нападает сонливость, его тело и мозг дают ему понять, что это наилучший способ излечиться от этой болезни. Слышали, что врачи иногда помещают в медицинскую кому людей с мозговыми травмами? По той же причине. Одно полушарие мозга отвечает за творчество, а другое за логику. Настоящая чушь. Единственное различие полушарий в том, что за язык отвечает левая половина. Больше различий нет. Ах да, прослушивание классической музыки не сделает вашего ребенка умнее. Изменено. Отвечу тем, кто говорит, что я не прав. Левая сторона мозга имеет полный моторный и сенсорный контроль над правой стороной тела и наоборот. Я просто хотел сказать, что глупый миф о том, что у некоторых людей работает правое полушарие, а у других левая, и от этого зависит характер человека полная фигня. Когда у вас будет базовый загар, солнце больше не может причинить вам вред, поэтому можно больше не пользоваться солнцезащитным кремом. Мой сосед отказывается пользоваться солнцезащитным кремом. Согласно его теории, если в начале лета сильно загореть, то это закаляет кожу, и до конца лета он может не бояться ожогов от солнца. Когда мы спрашиваем его, не боится ли он возникновения рака кожи, он лишь пожимает плечами. Если у меня будет рак кожи, то я от него вылечусь. К тому же, к тому времени уже придумают лекарство от рака, и лечение обойдется недорого. На прошлых выходных солнце впервые за лето жарило по-настоящему сильно. Он сильно обгорел, и я со смехом смотрю на его покрасневшую кожу. Что у мужчин не бывает рака груди. Но у мужчин есть молочные железы, просто они не развиты, поэтому и рак случается реже. Что если пока кормишь грудью, можно не бояться, что забеременеешь. Не хочется никого огорчать, но если месячные вернулись, то вы можете снова забеременеть. Искусственное дыхание всегда помогает спасти жизнь. На самом деле, таким способом спасают жизни только в 2-5% случаев. Если после тяжелой операции принимать обезболивающие, то можно стать зависимым от него. Я медсестра и слышу подобное каждый день, и мне это уже начинает надоедать. Вы не приносите себе никакую пользу, отказываясь принимать обезболивающие, когда вам очень больно. Из-за боли вы не будете способны делать то, что поможет вам скорее восстановиться. Например, вставать с постели, дышать полной грудью, есть, говорить и многое другое. Это также может вызвать увеличение пульса и кровяного давления, что также не особенно полезно. Ненавижу, когда люди говорят, что прыщи вызваны плохой гигиеной. Это неправда, и это смущает людей с прыщами, самооценка которых часто и без того довольно низкая. Засуньте себе в задницу свои змеиные масла и советы чаще мыть лицо. Любой врач за 5 секунд разнесет ваши глупые доводы. Моя мама постоянно ругала меня, потому что у меня было много прыщей. Кричала, чтобы я мыла лицо и т.п. Это было ужасно, и я чувствовала себя отвратительно. Она говорила, что не может больше смотреть на мое лицо. Диабетикам нельзя есть сахар. Это устаревший и чрезмерно упрощенный способ планирования диеты диабетиков. Нам можно есть сахар. На самом деле, если я не буду его вообще употреблять, уколы инсулина убьют меня. Просто мне нельзя за раз выпивать полутора литровую бутылку газировки, съедать большую пиццу и порцию мороженого. В отличие от тех, чья поджелудочная железа не крякнулась еще во время учебы в начальной школе. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.